Привет, это Баста, куратор четвертого сезона ВК «Музыка Трамплин». Привет, я Вася Железнова, финалистка и лидер четвертого сезона проекта ВК «Музыка Трамплин». В процессе ослушивания сложилось устойчивое впечатление, что в основном моя альтернатива, экспериментальная музыка, ну как в принципе и в тенденции, сейчас показал очень высокий уровень и желание с этим поработать. Вася Железнова, почему первое место? Те же слова, повторю, которые говорил, очень аккуратно, очень кокетливо, по-хорошему, но в музыкальном смысле превосходно. Качество музыки, меня очень порадовало, как все это звучит, как аккуратно, ненавязчиво звучит голос, сведение. Я узнала благодаря письму ВКонтакте. Я хотела долгое время написать пост, и кроме как «а-а-а», у меня больше не было никаких слов, но я думаю, что я со временем соберусь с мыслями. Но когда происходят забросы, так скажем, на такую высоту с этого трамплина, очень сложно собрать себя вообще вкупу и что-то выдать. Потому что я вообще не верю в телевидение, не верю в какие-то шансы, но когда тебе протягивают руку, это дорогого стоит. Вообще, как случилось, я услышала народную песню, и я поняла, что она меня тронула, как ни одна авторская песня. Так как права на эту музыку, они в широком доступе, то есть может использовать каждая, это музыка твоя, моя, она общая. Я решила перерабатывать фолк-музыку, то есть брать одну-две строчки из пословицы или поговорки, или уже существующей песни, и писать на фоне этого свою. Поэтому я просто захотела передать это ощущение, эту теплоту большинству слушателей, чтобы они почувствовали то же самое, что почувствовала я тогда. Главная выгода в том, что есть оптимальный функционал по доставке контента для того, чтобы добраться до ушей потенциальных слушателей. Сложность в том, что очень много похожего, идентичного одно на другое. И люди очень боятся экспериментировать, думают, что успех того, с кого они берут музыкальный пример, обеспечит их успех. Но это зачастую звучит вторично и скучно, и, как показывает опыт, не приносит ничего, кроме разочарования. Да все просто было. Все было просто. Все было просто. Валса предложила припев, который есть, песнями. И мы начали дополнять это инструментами, и превратили в более-менее такой целостный кусок, который потом перепишется, и сделан, по-моему, изгод интересную песню. Да, безусловно. И самое интересное, что меня всегда колбасит. На сцене я нахожусь. Или с влиятельным человеком рядом. Мне всегда обычно очень трудно. Но мне сегодня было, правда, очень просто. То есть это можно даже судить по вокалу Дэма. То есть он спокойный, он размеренный, у меня нет вот этой тахикардеи. Это все просто вот вайп Василия Михайловича. Я думаю, будет очень интересно и интересно. Это будет больше, чем все, что я могу. Сколько бы слов не бросить ветру, Сколько бы мне не витать навеку, Ты что несла в меня под сердцем Больше, чем все, что я скажу.